Тихо, 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 куда? Да стой ты, господи Тебе страшно Крови-то это птичка у них? Ушковая птичка Ушковая птичка Угу Угу Все, мужики Гуляли Что-то не хочет Давай вытаскивай Приезжай домой Ой Так, ну не сюсукаемся Не сюсукаемся Конечно боится Привет, малыш Привет Шоколадка Привет Домой приехал Все Спасибо большое Я доставил Всего хорошего До свидания Привет Выпустят Привет Ну все, давай забираем ее домой Привет 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 Буля 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 Я тебя сейчас съеду На тебе На тебе Буля Тащи ее в дом Давай Неси в дом На место На место Подружка Подружка Твоя Ты ее к себе поближе Куда Все Вопросная буля. Это твоя подружка, да? Ой, подружка. Ой, подружка. Что за треслинг? Булин, у нее шансов просто нет сбежать. Всем здравствуйте. Сегодня мы будем дрессировать данную группу собак. Сейчас я их подзову со свободного выгула и будем отрабатывать сегодня стандартные команды общие и команду места на поводок. Все это умеют, кроме беляша, беляша будем учить. Подержи пока поводок, мне пока не нужен. Пока рассадочка свободного выгула. Сэм, ко мне. По очереди. Нет, Жек. Сидеть, Сэм. Сидеть. Жек, ко мне. Видите, как легко переходят собаки из возбужденного состояния в рабочая, спокойная. Милка ко мне. С беляшом, кстати, в группе мы еще не работали. Сидеть, Милка. Поэтому с беляшом будет, я уверен, сложно. Мы работали только в соло. Когда беляш один, беляшка, она одна. Кстати, что я использую для дрессировки, я использую наши вкусняшки Альфа Бульс, ручного производства. Говядина. Есть баранина, есть легкая. Все есть. Так что, вот. Беляшку посадим чуть вперед, посмотрим, как она себя будет вести. Беляшка мне. Сидеть. Как только встанет, сразу поправляем. Соответственно, это практика выдержки. Этих мы уже напоправляли много раз. И они? Нет. Все дети. Они, соответственно, ведут себя вот так. Вот. Как этого всего добиться, максимального послушания. Все это называется контроль возбуждения, чтобы вы могли в любой момент собаку из состояния переключить вот в такое. Это контроль возбуждения. Как этого добиться, рассказывайте в телеграм-канале, соответственно, подписывайтесь. Вот. Здесь уже более-менее готовый результат я показываю. Да? Как работают собаки, что они делают. Беляш? Нет. Также вы можете все равно кусочки увидеть, да, вот как вырабатывается выдержка. Собственно, вот так. Собака подорвалась, вы ее поправили. Здравствуйте. Сегодня мы едем встречать Майфик после связочки, соответственно. Вот. Ее три раза повязали. Этот. И возьмем мы с собой Афродиту, позанимаемся в городе. Пока ждем ее, соответственно, покупателей. Она у нас продается. Мы поснимаемся в городе, поснимаем, посоциализируем ее, поучим, соответственно, ее ходить с поводком и просто поучим. Вот. Так что смотрите далее. Вот как едет собака в машине, соответственно, Афродитка, да, которая у нас продается. Это будет у нас обзор на Афродиту сегодня. Обзор на характер Афродиты плюс, соответственно, встреча Майфин, как она ездит в машине, просто ездит и все. Ничего, ничего, соответственно, сверхъестественного, отлично едет внизу. Не ставит лапки, не мешает никому. Очень комфортно, удобно для будущих покупателей. Да, сейчас мы, кстати, и примерим ошейник Альфа-Бульс. Смотрите. Это пока такая выделка кожи, кожа Чепрак, коровья, но это такая выделка, да. Но скоро вот с следующего заказа у нас будет кожа питона, а еще через раз кожа крокодила, то есть это более вип-ошейники будут, дорогой сегмент, так сказать. Мы подарим покупателю, да, подарим кому-нибудь, я думаю. А, нет, а если покупатель, то есть, да, если успеется ошейник питона, я подарю по-любому. Но если успеется питон сделать, то подарим один питоновый. Если нет, то с этим. Если нет, то с этим. Вот, соответственно, тут наш лессировочный поводок, полный комплект. Да, Афродита? Еще, кстати, еще, кстати, удобно. Что хотел сказать? Удобно. Если надели ошейник, соответственно, не будет съезжать контроллер. Как бы контроллер не крепится к ошейнику, это да, но зато, если шея не такая длинная, как вот, допустим, у Афродиты, да, поэтому у добермана все равно будет не очень удобно, да, потому что шея длинная, там все как бы разъедется. Но вот у короткошеиных собак спокойно вы будете сюда крепить контроллер дрессировочный поводок, соответственно, да? Вот, а снизу ошейник он не будет давать дрессировочному поводку съехать ниже нужного места. Да, Афродита? Да, Афродита, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Глупняк Что с тараканчиком? Мать и таракан Ну что, забеременела эта мафиозина? Какая-то пузатая хусь Может кушала хорошо Эй, Афанит, ты что делаешь? Лафи, ты мой шок Сначала эта крысинка, посмотри, что она делает Афрагита, отстань Пускай с Афрагитой вместе на полу радуются Нет, мафи? Что происходит? Не знаю, сидят Афрагита нет Афрагиты, что за херь? Нет Нет мафии Нет, мафия Нет, мафия Глупсу тут Афрагита нет Мы гуляем копейного червя, решили погулять с ней, она долго была в пути, фиг знает, писала она там или нет, гуляй. Она никогда не переживает, никогда ничего не это, может убежать куда угодно, соответственно, и на хозяина ей особо новички. Такой темперамент. Легко приживается в новом доме, соответственно, даже если сейчас ее кому-то отдать, она вообще забывает резко, чтобы были и сразу соответствует на этом. Ну иди, собаки, судьи. Афродитка, пошли. Афродита, осудите, пошли. Давай тоже иди по писи. Да, видишь, она терпела. Да, видишь, она терпела. Смотри, какая радуется. только в говношку не вляпайся лошади красивой да итальянская фурдитура говорят это итальянская фурдитура не съемывается очень устал молодец она терпела так 2 сутки ехала получается сутки терпела мне кажется она наверное не иссякла там много писать долго да Фрадита молодец афродита магазин взять да да типа социализация афродита в магазине обзор на характер афродита есть немножко людей вон тетка стоит где какая тетя 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 да не привыкся к тебе ну что давай бери ее афродита что это чудовище будет по машине скакать ничего с ней делать давай в корзину посадишь неси ее в руке в корзину посадишь афродита 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 уже ходит довольно неплохо хотя мы ходили всего пару раз если это не запускать это для будущих владельцев да выбирать правильную модель поведения то есть вхождение на улице это несложно я это все объясняю как вам сделать соответственно так же в телеграм канале все об этом рассказываю постоянно вот и собака будет ходить хорошо то есть поводок расслаблен он не натянут пошли опять же еще что делать когда собака бежит под ноги вот у фродиты есть такая черта да нифига не делаете вы просто идете и все соответственно ногой чуть подталкиваетесь то есть она просто будет ну залезать под ногу и соответственно получать волю у нее аккуратненько по носу пошли да кстати тяжеловато будет стоять давай в багаж спасибо 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 она из-за дверей пошли охраниться пошли 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 молодец да ну слушай мне даже плохо получается давай берите давай берите давай берите цепь цепи для вейтпулинга там целая семьяка пошел у нас есть угли нет я хочу газовый гриль я хочу газовый гриль слушай давай давай цепь оцените как ведет себя афродита поводок расслаблен соответственно отлично себя ведет для будущих покупателей покупайте собачку очень очень спокойно причем в магазине в магазине первый раз вы видели единственный страх который у нее был это перед дверьми но я вас уверяю это у большинства собак если они первый раз видят и как легко как легко его было побороть соответственно мы просто прошли и все и никакого страха нет афродитка сидит ждет я стою она сидит понимаете насколько то есть это не просто да кажется людям вот которые у которых уже собака соответственно неправильно ходит насколько это покажется неправильно соответственно неправильно а сложно покажется людям у которых собака ходит неправильно а на деле две прогулки было до этого две прогулки это третья уже соответственно в людьем месте я вас уверяю у нее мышцы красивые очень разделяются да я вас уверяю если мы выйдем в центре города но будет плюс-минус то же самое да она где-нибудь побоится как у дверей но потом пойдет дальше да кстати я бы за 2000 наверное 2000 стоит не вообще да я его сделаю да рублей за 500 по очереди и ничего в нем материалов стоит у нас 2000 материалов тоже не работает кстати а пленки у нас много теперь да кстати она вроде и такая же нет за 500 рублей ну плюс-минус наверное ну плюс-минус наверное а слышал бы заказывать с завода да геморрой со даунами да 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 я расскажу историю там у нас ну этот оператор наш антон заказывал короче пленку на заводе ну упаковочку для корма наберем там через ип немножко геморрой надо было там карточку организации ну то есть не просто купил и привезли и все и там какой-то даунский менеджер работал тупой хорошо он в четверг написал друзья он в четверг написал здравствуйте, да пленку заказать короче он что-то там ответил нет он вообще не ответил он ответил только а окно в понедельник ау а он отвечает ау будете говорить в лесу да блин он вообще в четверг ничего не ответил короче это вот это вот такие суперские работники работают соответственно на заводе мы так-то заказали пленки на 40 тысяч но я понимаю что там в объемах в объемах завода это ерунда но мог позвонить клиент который мог заказать пленки или 4 миллиона то есть а там такой даун сидит ау ау будете говорить в лесу на клиенту на клиенту антона загорелась короче позвонил начальника сначала ему сказал что пидораски поплячен что-то такое что-то жесткое такое обосрал его короче потом позвонил начальнику потом менеджер в итоге извинился начальник начал его защищать а потом сказал я позвоню выше а то начальник испугался там даже начальник тупой короче люди до раба работничка есть такая поговорка люди с работниками везде так сложно пока мы пока мы не сталкивались искать работников это вообще . ну что он куда туда пойдем сейчас все мафи за рулем смотри мафи за рулем подсела типа я типа постела чё тебе не надо обратите внимание как не сложно соответственно ходить собакой которая с которой правильной модели поведения то есть максимально просто учитывая что для нее вообще здесь все понимаете что она кроме нашего дома участка нигде не было до нее все новое но как все равно решает правильное отношение то есть если вы заложили правильную модель дома вы выходите на улицу и получается вот так то есть некоторые люди пишут там телеграме например вопросы да вот у меня проблема собака тянет на улице они хотят решить только эту проблему типа что он отянет на улице ничего не понимает ничего не слышат да Но на деле проблема-то идет из дома. Если вы из дома выйдете правильно, то собака будет вот такая. А если вы выйдете неправильно из дома... Так, была команда сидеть. Если вы выйдете из дома неправильно, то собака у вас так, соответственно, неправильно пойдет. Это одного дня достаточно. Если хотите правильно воспитать собаку, подписывайтесь на телеграм-канал, я там рассказываю, как это сделать. Это не сложно, много времени займет, но это не так сложно, не так много, сколько займет времени у вас перевоспитать уже вот такую собаку. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет закреплена. Пойдем. Горда птичка. Афродита продается, напоминаю. Так у нас вот это ты увидишь, что происходит. Я хочу пупку штуковую. Так у нас таких складов нет, что пупку штуковую. Да, все равно просто будем тебя поднимать просто вверх-вниз. Вот это пупоговяное пиво достали. А вот если собака была еще в улице, нужно избегать всяких шумных мест? Нет. Тогда она никогда не научится. Вы должны подходить к шумным местам, соответственно, к разным приборам непонятным для нее. И просто, соответственно, показывать ее, фиксировать, не давать нарушать команду, то есть не давать бегать, убегать, прятаться, не идти за ней, соответственно. Если собака убегает, прячется, она вот один раз убежит от шумного, и у нее это войдет в привычку, если вы позволите. То есть как это работает? Собака убегает от шумного, ну, от того, чего боится. Вы ей позволяете. Я на следующий раз, да, думаю, ага, чтобы мне убежать, вот, ну, короче, мне нужно убегать, чтобы убежать. То есть у меня это получилось, и я буду это делать. То есть так страх не дышится. На самом деле есть такая поговорка, что нужно там посмотреть страху в лицо, и вся херня на самом деле так и работает. То есть чтобы избавиться от какого-то страха, вы должны посмотреть, собака точнее должна посмотреть ему в лицо, и не прятаться, и не зажиматься, и не идти в ноги рядом, а просто смотреть, слушать сумы, раздражители, а вы просто ее фиксируете. Подробно об этом в телеграм-канале есть. А пиво, не достаньте вот с той полочки. Да, а что, ну, нет пива? Игры пиво, не достаньте вот с той полочки. Да нет, я ж прикалываю. Блин, а ты тут круто. Мне тут сложно, наверное. Да, что-то надо, я скинулась, что это поле вот. Вот. А ты спроси, долго они будут, потому что они сейчас недолго, и... Собака прячется, ходится, пытается зажаться в ноги, нифига. А вы ее просто фиксируете, показываете, что от страха не нужно убегать. То есть, ну, и в общем, что это вообще не страшно, чтобы она не пряталась, не зажималась у вас в ногах потом, не, соответственно. И не нужно ее в этот момент бодрить, жалеть или еще что-то. Вот этим только все испортите. Ну, я убегаю. Дима, пофер на это пиво, давай возьмем водки. Мафи, сиди там, жди. Мне нравится пиногриджо белое, но именно вот это вот, с палочкой, вот это прикольное по вкусу. Дима, молодец. Дима, если ты посидишься, посидишься. Да нет, нам все сделано. Смотри, что надо будет еще как ее убрать на улице. Ну, берем наряд с парфюмом. Смотрите, опять же, как удобно. Я хожу, то есть, мне всего нужно пару. Пока собака не испорчена, ей всего нужно пару живочков, чтобы правильно ее направить. Я даже поводок натягиваю изредка, да? Она особо и не отходит. А если вы, так сказать, неправильно заложите модель поведения, позволите, позволите, соответственно, собаке идти впереди, хоть на минуту, хоть на две. Потом вам придется уже больше времени тратить, еще больше. Если вы изначально не позволяете, вот, а когда это уже испортится, придется потратить время, чтобы это восстановить. Помимо времени придется натереть вот здесь мозоль, соответственно, и собаке придется испытать уйму дискомфорта через рывки, потому что через положительное подкрепление вы это никак не сделаете. Невозможно решить проблему отрицательного поведения, подкрепив ее положительным. То есть, когда собака делает говно неправильное, то есть, подкрепить положительным, вот, только испортить. Пошли. Нафиг, вон, вон. Идем, идем, идем. Так удобнее? Так удобнее? Все, не же все проблемы. А, да, давай я учусь сейчас в долге. Да, да. Что, что-то завезли, да, сюда? А куда я знаю? Смотрю, нет, наверное, если что, можно завороженную корейки взять. Она есть всегда. Грустно, конечно, но... Почему нет? Рядом. Следи за обоих. Купили, купили, соответственно, овощей. Можете постоять, рассказать? Идем на кассу, да, купили овощей. Хотел рассказать историю. Мне рассказывал знакомый, ну, точнее, вот, друг Антон мне рассказывал, что у него друг, так, рядом, что у него, соответственно, друг работает в морге. В морге. И когда кто-то умирает, привозит, допустим, лет 50 назад, он работает уже длительное количество времени, лет 50 назад, то есть, привозные, так сказать, мертвецы, они портились. Ну, то есть, запах. А сейчас люди, которые привозят, они портятся, как будто... Короче, они портятся... Не портятся. Не, они портятся намного дольше, не воняют. То есть, как будто вот то, что мы едим, и чем-то, короче, это все обрабатывают. Вот мы купили помидоры. Помидоры. Я не знаю, где им. У меня ощущение, что их натерли уже каким-то бальзамом, как Ленину, да? И они тоже не портятся. Они такие все красивые. Хотя, вот, по сути, пока возьмешь помидор, пока привезешь его из Азербайджана, пока то, пока все, столько времени занимает. А почему они не портятся тоже? Мне кажется, вот, и мы не портимся, потому что едим вот эту еду. По-любому, что там... Это вот геномодифицированная херня. По-любому, там какую-то тему добавляют, какой-то ген, чтобы, короче, что-то не портилось. Мы это едим, мы тоже модифицируемся, и тоже потом не портимся. По-любому, это еще вредно. У нас сейчас очень вырос в регионе процент раковых больных. У меня мама работает в онкологии, то есть, допустим, опять же, работает тоже уже около 50 лет, по-моему, даже больше. Не, около 50. И там, допустим, 30 лет назад не было такого процента, а сейчас колоссальный процент раковых. Очень много, намного больше. Я уверен, что это все из еды. Мы сейчас стараемся ограничить ГМО, ну, этого образа ГМО, просто химию. То есть не покупаем продукты, которые... Ну, допустим, те же там, какие-то сосиски, или просто где есть любая добавка, соответственно, соответственно, любая добавка, ну, бензонат на 1, то же самое, и любая добавка, которая называется как-то по-химически, так сказать. Вот. И на самом деле, чувствую себя немножко лучше. Да, мы иногда там выпиваем алкоголь, но опять же, в алкоголе нет столько химии, сколько его покупают. В алкоголе нет химии вообще, по сути, если смотреть в составе. Это просто... Ну, это просто путем брожения. Даже обычное пиво, более натуральное, чем, допустим, пельмеши, которые жрут каждый день, которые люди покупают на кассе. Приходишь на кассу, там что, пельмени, хлеб дерьмовый с добавками, соответственно, все дерьмовое, мазики дерьмовые. Это, мне кажется, это плохо. Гуляй, 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 гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй, погуляй. Гля, мать, на голову не наступила. Там надо убрать мать, ту какашку. У тебя есть пакет? Да, на, подержи. Тут на шейник непривычно, но первое время они все чешутся на шейниках. Где? Про дитя. Ты что, гомункулюс маленький? Не скучал ни хера. Я все знаю. Чистый неверный пес. Кофейный черт, где черный. Ты мне в дверь не суй только это. Хе-хе-хе. Хе-хе. Короче, по всей машине раскидался. Почему? Потому что я ее поставил на сиденье, он упал, он открытый. Водить надо аккуратнее. Вложить надо нормально. Давай, ладно, сажайте Фрадиту. Давай. Давай. Давай, может, попробуем научить ее запрыгивать. Фрадита. Стой. Я пока высоковато. В принципе, беляш залетает. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед, Фрадита. Давай, вперед, вперед. Вперед. В первый раз, опять же, как я уже показывал, как нужно учить. Просто механикой помочь. Вкусняшкой вы не заманите собаку. Просто чуть помочь, постепенно, постепенно. Можно будет через контроллер пробовать, и, соответственно, это все. От места. Это заноси. Нет? Она еще, кстати, будет с другой бросить. Так, следи, я пойду. Нет, мать. Посмотри, позади меня. Нет, а поди, да. Нет, Афрадита, нет. Как битву у меня есть, мы слушаем. Очень тяжелое здесь. Мясо стоит. Мясо? Афрадита нет. Мы приехали. Мафии не было ни дерево у нас. Как она себя ведет? Вот люди думают, что воспитание теряется, там, и все, и ни дерево. Нифига. Вообще. В общем, прям никак. Все то, что, смотрите. Мафия, ко мне. Соответственно, все то же самое. Мафия, место. Не было неделю, ничего не делала. Жила вообще без правил. То есть, все это остается, все это зависит от человека. Еще раз повторяюсь. То есть, кто спрашивает, того слушают. Кто не спрашивает, или спрашивает неправильно, того не слушают. Место мафии. Мы покатались на велосипедах, замариновали корейку, жгненка, чпонька. Вылетел. Замариновали ее в луке. В луке, чесноке, кимьян, жемарин, мята, соль, перец, соответственно. Чуть-чуть винного уксуса. Эту вещицу, кстати, нам подарили клиенты. Называется аэратор. Эту штуку нам подарил клиент, который купил у нас Джессики, щеночка песочного. Ее назвали Антея. Самый дорогой был. 250 тысяч стоил. Подарили вот такую штукенцию. Очень приятно, когда люди что-то дарят. Называется аэратор. Это чтобы, когда открываешь вино, чтобы не надо было ждать, что оно подышит. Знаете, все и через него наливаешь. Он наполняет пузыриками, так сказать, как я делаю кислородный коктейль. Вот. Скажешь, что бокальчики грязные, на самом деле, просто у нас вода такая, она сольная. не можем никак минерализацию подобрать. Минерализацию подобрать правильно. И остаются такие теплоразводики. Видите, получается, такой мини-кислородный коктейль, то есть, минон ощущается, насыщается кислородом. Очень прикольно. Ну, это для ценителей, так сказать, да? для этих, как сомли. Сомли? Нет, я просто алкашню. И все, для алкашня. Я могу любое вино пить. Пузырика, сколько? Докрык коктейль, да? Вкус все равно реально отличается, когда вы просто наливаете сразу сходу из бутылки, а когда немного у вас, соответственно, сытится кислородом, она очень подышала. Надо сравнить даже, короче, сразу резко налить стакан. Надо одну открыть, а вторую в эту ставить. Да, было прикольно. все равно вино хорошее. Мне нравится вот эта пиногрижа с веточкой белая. Дело такое. Пойду разводить, я костер. Пойдешь со мной? Да. Пошли. все. мужик, все. Она просто щелкает, как будто скочила, горлись сюда. Джессика. Джессика. Э, это негодяй. Она боится? Я пойду-ка, я отсюда, говорит, такая задом еще. Джессика. 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 Джессика, ну что ты ей подходит? Джессика, ко мне. Что-то это грозно, она бы так подошла. Надо просто показать, что это не страшно, на самом деле, как решаются страхи. Нет. Нет. Рядом. На, понюхай. Нет. Ну, не страшно. Так вот постепенно делать, это с любыми страхами так. То есть вы просто не даете собаке убежать. Как это работает? Сидеть. Сидеть. Джессика. Как работают страхи, да? Вы что-то делаете страшное, собака убегает, избегает, то есть не смотрит страху в глаза. Она понимает, что может отойти и убежать. А самое нужное, просто показать, что эта штука не опасная. То есть вы фиксируете собаку и не даете убежать. И, соответственно, делаете страшные вещи просто рядом с ней. Сидеть. Нет. Сидеть. Соответственно, выработка тоже выдержки определенная. Нет. Сидеть. Сидеть. Нет. Видите, уже не так реагирует. А потом вообще не будет реагировать. Ой, упала. Сидеть. Нет. Сидеть. Сидеть. Нет. Нет. Сидеть. Через раз. Через раз боится. Лесика. Я же не огнем, я просто вверх его поднимаю. Сидеть. Да, я понятно. Сидеть. Лесика. То есть немного попрактикуем, потом в следующий раз еще попробуем. Мне интересно, то есть поправить. Сидеть. Наглядно было. Капачок. Так, гуляй. Капачок, мужички. Немножко побаиваться. Но это нам не один раз делать. И сейчас, я что-то, все получится. Ты что за мной был-то? Давай. Я качак выпил. Капачок, мужички, мужички. Что будет? Да. Постраховаться. Маленькая она. Кабулечка. Маленькая. Дома, сладкий. Тебе страстно, Столик? Тебе страстно. Крови-то, это песка у нее? Нет, у него песка просто у нее была. Вот, кровяная песка. Светерна, вот и песка. И нос вывернула вот так. А сколько лет? До 8 месяцев. 8-9 лет, это как? 10 месяцев, месяцев. Тихо, 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 тихо. Сейчас малыша все мы сделали. Я чуть не упал в обморок при виде крови малыша на письке. Но это очень жестко. Спасибо сотрудникам созвездия, что они меня откачали. Хотя я никогда в жизни не падал в обморок. Сколько меня там резали, оперировали, везде кровь. Видел и прочее. И тут вот у малыша вот так раз на письке. Кровка и все. И мне поплохело что-то резко. Я думал, что я сейчас откинусь. Но благо меня вроде как откачали. Поэтому все нормально. Но это, конечно, ужасное состояние. Такого у меня никогда не было. Так, вот малыш у нас живой. Говорит, всем все будет нормально. Но у меня, конечно, да, чуть не упал в обморок. Со мной такое впервые. Вообще, хоть и сколько бы я крови не видел сам. Все всегда нормально было. Просто, потому что духота в кабинете. Они говорят, что когда свое, что-то родное режут. Так же, в принципе, как Дмитрий и Ксения ухаживают за всеми собаками. Поэтому, видимо, да, малыша просто мне как-то стало жалко. Как будто я упал в обморок и письку не увидел. Я вот дочищу. Ну, в общем, вот так. Так что будьте аккуратны всегда. А так же идете куда-то со своей собачкой. Будьте готовы к этому. Я сам в шоке, если честно. Привели плюшу на УЗИ. Сейчас посмотрим. Переменность, если он не вернет. Пока там делают малыша. Огонючка от страха. Так, делаем УЗИ плюша. Сколько у нас там уже? Пока два. Пока вот два нашли. Да стой ты, господи. Плохо себя плюшит идет. Так что скоро будут щеночки от Мохнатого Собакина. Смотрите далее. Пока.